Сейчас мы выходим в акваторию Невы, главной реки Санкт-Петербурга. Именно вокруг этого места и начинал развиваться наш блок. Разведенные мосты на Невой давно стали символом Петербурга. Слева от нас находятся ворцовые и биржевые мосты, соединяющие Васильевский остров с центральной частью города и Петроградской стороны. Справа же расположен Троицкий мост, прямо по которому проходит Пулковский меридиан. До начала 20 века этот меридиан использовался в качестве нулевого для отсчета географических долгод на картах Российской империи. Из-за того, что Санкт-Петербург располагается на болотистой местности, здесь всегда была острая нехватка стройматериалов. Достать обычный песок было непросто. Но особенно стройка на Неве нуждалась в камне. В 1714 году был введен особый налог, действовавший более полувека. С каждого въезжающего в город по земле взымали по три камня общим весом 2 килограмма. С каждого приплывающего по воде больше три камня весом от 4 до 12 килограмм. В конце 16 века территория Петербурга принадлежала Швеции. Русские и шведы боролись за удобный выход к Балтийскому морю. Отвоевав эти земли, царь Петр I понимал, что нужно любой ценой преградить путь шведам и закрепиться на берегах Невы. Для этого прежде всего нужна была крепость. Петр I сам выбирал для нее место, исследуя топки и берег реки. Крепость была построена на Заячьем острове в устье Невы. Сегодня над ней возвышается шпиль Петропавловского собора. Цитадель была заложена 27 мая 1703 года. Сейчас этот день отмечается в Петербурге как День города. Проект крепости был подготовлен инженером Ламбером при участии Петра Великого. Она построена в форме шестиконечной звезды, каждый угол которой завершает укрепление – бастион. Бастионы названы именами сподвижников Петра I, которые наблюдали за их постройкой. Нарышкин, Меньшиков, есть и Государев-бастион. Практически одновременно с началом строительства крепости, начинание долгое время был главным наблюдательным пунктом. Петр так сильно хотел высокую колокольню, что ее, вопреки традициям, стали строить раньше самого храма. Царь любил водить сюда иностранных гостей. В Петропавловском соборе похоронены почти все российские императоры и члены их фамилий. Здесь находятся могилы Петра и последнего российского государя Николая II с семьей. Высоко-высоко в небе парит ангел на шпиле Петропавловского собора. Каким бы маленьким он нам ни казался, размах его крыльев на самом деле почти 4 метра. Помимо красоты, ангел выполняет самую прозаичную функцию. Это настоящий флюгер, и по нему всегда можно определить, в какую сторону дует ветер. Конструкция устроена так, что крест, за который ангел держится, неподвижен. Обращается только сама фигура посланника небес. Несмотря на то, что крепость была построена для защиты от шведов, она никогда не принимала непосредственного участия в военных действиях, так как почти сразу оказалась в центре самого города, который должна была защищать. С ее стен не было сделано ни одного боевого выстрела. Впоследствии она стала использоваться в качестве главной политической тюрьмы России. Одним из первых ее узников стал царевич Алексей, сын Петра I, осужденный на смертную казнь за измену. С места, где мы находимся, отлично видна стрелка Васильевского острова. Графическая лаконичность решения стрелки явилась блестящим итогом многолетних поисков целого созвездия петербургских зодчихов. Центральное место в архитектурном ансамбле занимает белоснежное здание биржи с колоннами по периметру. Там проводились оптовые сделки с купцами, приезжавшими в Петербург, а с появлением в России ценных бумаг и фондовые сделки. Позже в здании биржи обосновался Центральный военно-морской музей, который на рубеже 20-21 веков было решено перевезти на другую площадку. Перед биржей стоят знаменитые растральные колонны, один из символов Петербурга. В Древнем Риме растрами носовыми частями вражеских кораблей украшали площади в честь победы в морских сражениях. Петербургские растральные колонны появились два столетия назад и первоначально были маяками. Они были призваны символизировать величие русского флота. Название Васильевского острова, одна из оконечностей которого заканчивается знаменитой стрелкой, заслуживает внимания. При Петре Первом на острове находилось укрепление, которым командовал Василий Корчмин. Посылая к нему приказы, Петр писал «К Василию на остров». Отсюда якобы и его имя. Улицы Васильевского острова называют линиями. И они действительно совершенно параллельны друг другу и вместе с тремя перпендикулярными им проспектами делят остров на прямоугольные сектора. Если будете здесь гулять, не запутайтесь. Линия – это не целая улица, а лишь ряд домов по одной стороне. То есть на одной улице всегда две линии. Вы, наверное, уже обратили внимание на большой деревянный корабль, пришвартованный к берегу на противоположном от Зимнего дворца берегу Невы. Это точная копия трехмачтового парусника Амстердам 18 века. Правда, придется вас разочаровать. Сооружение только копия и даже по существу не является кораблем. Вся оснастка – лишь красивый фасад. Внутри популярный ресторан и, внимание дамы, фитнес-центр. Физические нагрузки с видом на стрелку Васильевского острова – это очень по-петербургски. В первые годы строительства Санкт-Петербурга Пётр I хотел создать вокруг столицы кольцо загородных домов и дворцов. Берега рек, притоков Невы стали загородной местностью. В настоящее время сохранившиеся господские дома этих усадеб находятся в самом центре разросшегося города, а парки были застроены домами в более поздние периоды. Мы подходим к Троицкому мосту. Деревянная переправа на его месте существовала долгие годы, но постоянный мост построили в начале 20 века. Конкурс на проект моста был международным. Его выиграл француз Гюстав Эйфель, автор Эйфелевой башни. Однако в итоге переправа была построена по проекту фирмы «Патиньёль», тоже французской. Они предложили изящную и экономичную арочную систему. Обратите внимание на кружевные пролеты моста. Строительство Троицкого моста являлось важным политическим шагом навстречу Франции, с которой у России тогда были хорошие экономические и деловые связи. Открытие приурочили к 200-летию Санкт-Петербурга. В газетах новую переправу называли французской или парижской красавицей. Широко известен эксперимент советского лётчика Чкалова, который прилетел на своём самолёте под Троицким мостом на Неве. Исполнил он его, конечно же, самовольно, говорят, для того, чтобы поразить свою будущую жизнь, за что и был посажен командиром на гауфахту. Слева за Троицким мостом начинается Петровская набережда. Ближе к мосту располагается Троицкая площадь, на которой раньше находился Троицепетровский собор, давший название многим объектам поблизости. По своему рангу собор считался вторым в Санкт-Петербурге после Исаакиевска. Тро Петра Первого многие усадьбы возводили следующим образом. На улицу выходил сад или огород, а дом находился в центре усадьбы, окружённый хозяйственными постройками. Пётр Первый же настаивал на том, чтобы все дома выходили фасадом на улицу, канал или реку. Такой характер застройки, скрывавший бытовые неприглядности, придавал городу аккуратный и нарядный вид. Это во многом определило облик Санкт-Петербурга, где вдоль улиц, как правило, видны фасады домов, а парки, дворики и более мелкие постройки скрыты за ними. С момента своего основания Петербург был известен наводнениями. Их вызывают циклоны и паводки. Играла роль и архитектура набережных, так как они были ниже, чем сейчас. Достаточно было, чтобы вода поднялась всего на полтора метра, и центральная часть города уже была затоплена. Правда, в наши дни эта проблема решена. Около города построен комплекс защитных сооружений, поэтому неожиданные подъемы воды в Неве жителям уже не угрожают. История рассказывает, что еще до появления Петербурга одно из наводнений полностью скрыло внешнюю территорию города под водой. А первое наводнение в городе произошло уже спустя три месяца после его основания. Символично, но за более чем 300-летнюю историю в Петербурге произошло свыше 300 наводнений. Пока что забыли геометрически выверенные формы и обязательная симметрия всех насаждений. Для украшения своего любимого детища Петр Первый заказал в Италии мраморные статуи и бюст. Прямые аллеи, фигурная стрижка деревьев, партерные цветники, многочисленные фонтаны, грот. Все это великолепие поражало посетителей первой парадной резиденции Петра Первого. Здесь устраивались знаменитые Петровские ассамблеи, принимались иностранные послы. Идея ассамблей была также заимствована русским царем у европейцев. Так назывались общественные собрания, где предписывалось общаться, танцевать и играть в различные игры. Впервые в истории России на такие собрания допускались женщины. Именно с ассамблей в русской культуре началась традиция балов. Ограда летнего сада со стороны Невы считается одним из самых красивых произведений архитектуры Петербурга. Решетка появилась 60 лет спустя после строительства сада. Набережной, которую мы видим перед ней, раньше не была. Она была насыпана позже. А при Петре вода подступала прямо к деревьям в саду. Колонны и основания ограды были вытесаны из карельского гранита, а сама решетка выкована из железа на одном из тульских заводов. Изящество и легкость Невской ограды летнего сада воспиты в произведениях многих русских поэтов. Обратите внимание на удивительно гармоничный трехпролетный прачечный мост, соединяющий Дворцовую и Кутузовскую набережные. Он возводился в то время, когда по проекту Юрия Матвеевича Фельдена в гранит одевалась сама Дворцовая набережная. Вместе с сооружением набережной через фонтанку и лебяжью канавку были перекинуты прачечные и верхнелебяжьи мосты. Так, прачечный мост стал одной из двух первых каменных переправ в Санкт-Петербурге. Мост получил свое название благодаря прачечному двору, который когда-то находился на левом берегу реки напротив летнего сада. Справа по берегу Невы, до Литейного моста, тянется Кутузовская набережная. Первоначально она была частью Дворцовой набережной, однако позже отделена и неоднократно переименована. Здесь размещалось французское посольство, ввиду чего некоторое время набережная носила имя французское. Обратите внимание на небольшой голубой особняк с входом аркой, обрамленным колонкой. В этом доме более десяти лет жил знаменитый полководец, фельдмаршал Михаил Кутузов. И именно отсюда он отправился руководить войсками на главное сражение Отечественной войны 1812 года – Бородинскую битву. В годы строительства Петербурга всю территорию вдоль набережной справа и за ней занимали Литейная и Пушкарская слабоды. Пётр I заботился не только о создании нового флота, но и о его вооружении. Здесь находились Литейный и Пушкарский дворы, где отливались артиллерийские орудия. Тут же был устроен арсенал, где хранили только что отлитое оружие, а также различные военные диковинки, на которые можно было посмотреть. К слову, большая партия мастеров была перевезена в Петербург с Тульского оружейного завода. Название Литейного проспекта, который начинается от Литейного моста перед нами и соединяет его с Невским проспектом, сохранилось до сих пор. Подобную связь времён можно проследить во многих районах нашего города. Литейный мост перед нами – это второй постоянный мост через реку Неву. В первые полтора столетия существования города здесь не было каменных мостов, только наплавные или плашковые. Несколько барок ставили на якорь друг за другом, а по ним сверху наводили деревянный мост. Такая конструкция была очень хрупкой, и часто подобные переправы становились причиной несчастных случаев. Постоянные мосты стали появляться только в середине XIX века, когда развитие инженерных технологий позволило создать такие сложные конструкции. Сейчас в городе около трёх с половиной сотен мостов, и больше 20 из них – разводные. Литейный мост интересен тем, что при сооружении этой переправы впервые в России был применён кессонный метод строительства. Заключался он в том, что на дно Невы, которая достигает в этом месте максимальной глубины, опускались большие металлические ящики-кессоны. Затем под большим давлением из них выкачивалась вода, после чего в кессоны могли опускаться рабочие, чтобы копать грунт и забивать сваи. Литейный мост стал первым в мире, где для освещения были применены электрические лампочки. Случилось это благодаря русскому учёному-физику Павлу Яблочкову, который изобрёл первую в мире электрическую лампочку, названную свечой Яблочкова, и запатентовал своё изобретение в Европе. Вернувшись в Россию, он открыл электротехнический завод, надеясь наладить выпуск этой продукции. Однако консервативные соотечественники не торопились покупать новинку. А вот подрядчики, строившие мост, решили опробовать изобретение, после чего свечи Яблочкова стали пользоваться популярностью. На левой стороне Невы Литейный мост упирается в Пироговскую набережную. Названа она так в честь известного врача, основоположника военно-полевой хирургии, Николая Пирогова. С медициной связано и длинное светлое здание, расположившееся вдоль набережной окнами на Неву. Это известная военно-медицинская академия. Здесь появилась отечественная система военно-врачебного образования. Академию много раз переименовывали, но первые школы, из которых она выросла, возникли еще при Петре Первом. Впервые в России в академии были созданы кафедры психиатрии, офтальмологии, оперативной хирургии. Корабль, на который все уже наверняка обратили внимание, в представлениях не нуждается. Это знаменитый крейсер «Аврора». Холостой выстрел с крейсера дал сигнал началу Октябрьской революции 1917 года и штурму Зимнего дворца. Продолжение следует... Впоследствии «Аврора» не без участия властей стала символом революции и была отправлена сюда на вечную стоянку. Судно названо в честь богини утренней зари «Авроры», однако петербуржцы придумали ему сотни иных прозвищ. От вполне невинных «Крейсер революции» и «Дредноут Ленина», до очень даже обидных «Утюг коммунизма» или «Фрегат на крови». «Аврора» была выпущена в юбилейный 1900 год и до начала своей революционной истории участвовала в русско-японской войне. После революции корабль ходил в заграничные плавания, использовался в учениях. На вечную стоянку его поставили только после Великой Отечественной войны, в которой крейсер не участвовал. Крейсер стоит здесь не случайно. Голубое здание, около которого припаркован революционный корабль, на Химовское училище. Учебное заведение было создано в конце Великой Отечественной войны для обучения сыновей воинов армии и флота. Отличало воспитанников то, что многие из них потеряли родителей, были юнгами или сыновьями полков, претерпели в военные годы много лишений. Мальчики сами себя называли питонами. Укороченное название от слова воспитанники, воспитоны, питоны. А училище, соответственно, получило имя питония. Сейчас в Нахимовском училище готовят для поступления в военные вузы. Детей принимают в пятый класс, а не в девятый, как раньше. Спустя 50 лет после основания училища сюда стали принимать и девочек. Из-за того, что Санкт-Петербург был торговым портом, здесь жило много русских и иностранных купцов. Они умели использовать особенности местоположения города на свой лад. Так, например, из-за частых наводнений они приписывали внезапным подъемом воды несуществующие потери или гибель товаров. В Петербурге говорили, что если год прошел без пожаров или наводнений, то точно кто-то из купцов должен обанкротиться. Правда, это происходило нечасто. Наводнения повторялись почти каждый год. Санкт-Петербург был построен на месте разрозненных деревень, располагавшихся на берегах Нивы. Поэтому практически все жители нового города были приезжими. Основой первого поколения петербуржцев были служилые люди. Так называли военные и гражданские чины, состоявшие на службе у государя. Их, по приказу Петра I, переселяли в строящийся город и из-за своего зависимого положения отказываться они не могли. Таким образом, в первые годы военные составляли около трети жителей. Сейчас не верится, что Петербург действительно построен на болоте в дельте реки. Рука человека навсегда изменила это место. Справа от нас был Березовый остров. Изначально центр города находился именно здесь, вблизи Петропавловской крепости. На Троицкой площади справа от моста были здания сената и таможни. Здесь же жили знатные вельможи и духовенство. Сначала рабочий люд селился неподалеку, что вызвало неудовольствие градостроителей, так как считалось, что по берегам Нивы должны строиться только прекрасные особняки. Поэтому трудящихся теснили на окраину. Все люди, причастные к ремеслам, селились слободами. Слободу и при Петре называли небольшой городской район со своим самоуправлением, а также компактное поселение иностранцев. Жители слобод освобождались от части налогов и часто были объединены по национальному признаку или профессии. Их названия говорят сами за себя – литейная, хлебная, татарская или английская слобода. Спустя 10 лет после основания города сюда переезжает царский двор. И с этого момента Санкт-Петербург больше, чем на 200 лет, становится столицей Российской империи. Любопытно, что около двух столетий все дома на Березовом острове были деревянными. А возможность привозить сюда камень появился только с появлением Троицкого моста в конце XIX века. Обратите внимание на небольшой сквер на Петровской набережной, справа от вас. В нем прячется самое первое строение в Петербурге – домик Петра Бирбова. Если будет время, обязательно посетите его. Там в музее хранятся подлинные вещи царя Петра. Троицкого моста Темно-Петра Бирбова Троицкого моста